Так что не буду вас сильно утомлять этой информацией. Готова услышать ваши вопросы по сегодняшней теме. Вопросы или впечатление, что было самым полезным. Так, хороший вопрос. Смотрите как. Здесь на какие пункты мы будем опираться? Первое. Идея образа. Я лично люблю портреты светлые. То есть портреты, во-первых, много источников света, либо рассеянный свет и светлый фон. Это мой приоритет. Это позволяет лучше передать природную красоту модели, не затмить ее другими цветами. Но, если говорить о студийной съемке, то есть великолепные портреты и на темном фоне, которые дают больше страсти, больше сексуальности. Поэтому, если снимается либо полностью обнаженная модель, либо снимается модель, где есть задача показать сексуальность, тогда темный фон. Вот вам уже. И, кстати, Светлана, напомню вам, наш мастер-класс «Цвет, образ, впечатление» тоже доставал ответ на этот вопрос. Потому что фон будет тоже частью цветового решения конкретной композиции. Поэтому в одном случае это будет светло и нежно, и все такое волшебное. А в другом случае это будет достаточно темное, насыщенное, глубокое. Так, еще какие вопросы? Нос мне казался большим. Смотрите, значит, во-первых, конечно, форму носа надо учитывать и смотреть. Во-первых, положение лица первое. Можно посмотреть, в каком положении. Здесь придется сделать такую, может быть, техническую фотосессию самостоятельную, чтобы посмотреть все направления лица, себя поснимать. Это первый момент. Вторым моментом будет являться освещение. Потому что, вот смотрите, сейчас свет у меня падает сверху, слева. Вы видите тоже определенные тени вокруг носа. То есть можно посмотреть, как направить свет, как его переставить. Или какой стороной повернуться к источнику света, если у вас солнце, которое вы не можете переставить. И, соответственно, посмотреть, что будет с вашим носом. Вот это будет ответ. Ну, вот общий такой ответ, потому что каждый конкретный нос нуждается в своем ответе. Так, сейчас ускакал в чате вопрос. Глаза большими. Так, 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 так. Тамар, конкретизируйте. Вот у меня здесь в чате только глаза большими непонятно. Так, затылка. Так, затылка. Дина. Там вообще у нас носа не будет видно. Так, дома хороших фотографий не получится. Светлая у вас страна или темная? Вот у нас светлая страна, у нас дома получается хорошая фотография. Поэтому все зависит от, плюс от техники. Великолепная техника, светосильная, она позволяет даже в полумраке получать великолепные фотографии. У нас был мастер-класс, который проходил, сейчас я вам пришлю ссылку, чтобы вы могли насладиться тоже этими кадрами. Это в отличие от студийной фотосъемки, тоже вот рекомендую зайти наших девчонок посмотреть. В отличие от студийной фотосъемки, здесь не было никакого источника искусственного освещения. То есть мы пользовались только светом, который был из окна нам дан. И свет уже к моменту, как мы закончили мастер-класс, был достаточно тусклым. То есть обычный фотоаппарат или обычный объектив даже на профессиональных фотоаппарате не взял бы это. И только тот факт, что у нас у фотографа светосильный объектив, то есть он дает возможность, скажем, свет из ниоткуда доставать. Вот фотографии, которые здесь использованы и в афише, но в афише есть часть студийных, а вот фотографии девчонок, когда они пишут отзывы, это фотографии вот фактически вот этой вот самой репортажной съемки, когда просто повесили фон и просто фотографировали без дополнительных источников света. Поэтому к вопросу о том, что если вы дома фотографируете, но ваша техника позволяет, это тоже возможно. Так, сейчас я посмотрю те вопросы, которые ускакали у меня. Так, так, так. Большие глаза с маленьким носом одновременно. Здесь я вам могу сказать, что, во-первых, не забывайте, что и ваш нос, и ваши глаза поддаются прекрасно коррекции правильного макияжа. Те же самые корректоры, темные, светлые, о которых я вам говорила, они могут ваш нос сделать и другой формы, и другого размера, и также то, что касается ваших глаз. А уже потом это вопрос к свету и к фотографу. Поэтому вопрос номер один – это корректоры, правильное их использование и правильный макияж. Это вот будет более такой вот фундаментальный ответ на этот вопрос. Потому что с носом можно тоже творить чудеса. Так. Аниматор дома нужен всегда, даже независимо от того, делается ли фотосессия или не делается. Так, у меня дома на фоне. А, смотрите, не совсем правильно поняла Unreal, это что тут имеется в виду. Но то, что касается фона в домашних условиях, здесь следующий момент. При портретной съемке есть возможность так настроить фотоаппарат, что задний фон будет размываться. И в данном случае я могу вам сказать, что у нас есть прекрасный опыт того, как вдруг случайно случилась фотосессия. И на заднем фоне, где, в общем-то, там жизнь и так обыденный человеческий такой полубеспорядок, за счет того, что правильные настройки фотоаппарата, все это размылось и превратилось примерно в тот образ, который вы видели у девочки с сияющими глазами, на заднем фоне вот эти размытые полутона. Поэтому, опять же, это вопрос и к фотографу, и к технике, с которой вы работаете. Все возможно. Можно сделать и в домашних условиях великолепные кадры. Так, сейчас подвигаю, что у нас. Так, да, на карте, пожалуйста, можно, да, любую страну выбрать. Так, выше или ниже. Значит, смотрите, конечно же, на уровне моделей это самый, так сказать, рабочий момент. Есть фотографии, которые намеренно делаются сверху или снизу, но это уже художественная идея. Если у вас стоит задача передать естество, природную красоту, тогда, пожалуйста, выравнивайте, чтобы действительно модели фотографа были примерно на одном уровне, потому что лицо очень сильно искажается, если мы смотрим на него сверху, если мы смотрим на него снизу, увидите совершенно, как сказать, разные лица. Так, да, 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 вот. Хорошо, то есть вот то, что касается опытов своих, можете начинать, можете. И вообще то, что касается работы с имиджем, оно невольно вас выводит на фотосессию. То есть самостоятельную или профессиональную, тут не имеет значения, важно, что для того, чтобы получить обратную связь, в том числе и от себя самой, то есть чтобы увидеть образ, который вы приготовили, и увидеть его со стороны, вам придется действительно или воспользоваться домашней техникой, помощью близкого окружения, либо профессиональным фотографом, его помощью воспользоваться для того, чтобы наконец-то эта обратная связь завершилась, чтобы увидеть, как же вы на самом деле реализовали задуманную идею. Фотомонтажу, ну вот смотрите, вот то, что касается, я могу сказать, как в моей работе, мы не используем, вот здесь все, что вы видите, вот, кстати, здесь вторая фотография справа, это, как сказать, возможность даже увидеть то, как студия выглядит, то есть вот этот огромный фон, который, ну, как сказать, кусок бумаги, который висит сначала на стене, потом лежит на полу, здесь с правой стороны вы видите зонтик, осветительные приборы, там всякое-всякое разное, то есть фотографии, даже эта фотография, которую можно было отбраковать, показалась мне замечательной и вкусной. Более того, мы фотошоп не используем, потому что в чем смысл моей работы, если я буду использовать фотошоп, то нам можно имиджем не заниматься, ни цветом, ни формой, ни стилем, а можно просто в фотошопе все нарисовать и успокоить. А наша задача, чтобы были люди действительно красивые, а не чтобы фотографии только были красивые, поэтому не используем. То есть когда, конечно, делать там афиши, когда нужно соединить фон с фотографией, то есть, допустим, вот здесь, сейчас я вам покажу. Отлистаю чуть-чуть обратно. То есть когда нужно уже скомпоновать, если я делала эту афишу, да, мне фотошоп пригодился, но саму фотографию я не трогала. То есть как есть, если правильно выставлен цвет, прошу прощения, цвет, если правильно сделан макияж, модель правильно приготовлена, фотография и так будет совершенно. Зачем туда влезать, зачем там что-то маскировать, даже если где-то мимические какие-то, да, можно себя не узнать. Да, действительно. Я видела, как работают журналы, я сотрудничала когда-то с одним из журналов, смотрела, как делается, и когда я видела исходные фотографии, исходники и то, что потом на обложке, я была вырослась, потому что думаю, ну зачем тогда вообще все эти старания. Но это задача журналов, создание глянца, наша задача немножко другая, это создание красивого образа в реальной жизни, чтобы он действительно был живой и привлекательный. Да, поэтому всегда старайтесь тоже, если где-то все равно вас фотошопят, просите обязательно оригиналы, потому что, ну, может оказаться, что они действительно вкуснее, правильнее и лучше. Спасибо, Светлан. Да, вижу ваш комментарий по поводу профессии. Ну вот здесь приходится заглядывать и в соседние профессии, и к другим профессионалам, чтобы вот можно было со всех сторон, со всех сторон клиенту помочь, а не только переодеть, чтобы он еще мог в зеркало потом в виде фотографии себя увидеть. Вот, поэтому, значит, что могу сказать? Хочется как в журнале, но для этого лучше сделать качественный макияж и правильно собрать образ. И тогда, поверьте, вот как у Натальи на этой фотографии, просто не потребуется фотошоп. То есть, если он не нужен, то зачем какие-то лишние усилия делать? Вот, поэтому какие-то моменты фотографы все равно обучают фотошопа, но я с каждым разом радуюсь, что мы не притрагиваемся ни к чужому лицу, когда там что-то корректировать, когда вот это замазывается, и лицо сильно меняется. Не притрагиваемся. Максимум, если вдруг кусок фона вот здесь закончился, где-то в углу, допустим, да, вот фон достроить, чтобы не было там дырки, это мы можем. Это вот максимальная коррекция, которая с фотографиями, с нашими производится. У нас задача несколько иная. Ну что ж, я думаю, что сегодняшний тим мы нам удалось раскрыть. Я очень рада вашей активной работе, вашим вопросам и ответам. Вот. Я считаю, что сейчас время замечательное для фотосессии. Во-первых, посмотрите, у нас впереди золотая осень. Я в прошлом году, как раз у меня одна из фотосессий была вот там, вот эта вся красота, все эти листья, вся эта природа чудесная, как раз вот эта баби лето, которая, ну я так надеюсь, нас не обманет, и она будет. Вот. То есть, настраивайтесь. На самом деле, природа сейчас очень замечательный фон тоже дает. То есть, ищите свои фоны, конечно же. Кому-то красные листья, кому-то желтые листья.